Уважаемые друзья, накануне Дня Победы я бы хотела провести с вами мастер-класс и сделать вот такую брошку, которая называется Красная Гвоздика. Красная Гвоздика это символ всенародной памяти о павших героев. Это символ благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Для того, чтобы нам изготовить вот такую брошку, нам необходимы с вами следующие материалы. Красная ткань, зеленая тесьма, георгиевская ленточка и два кружочка из нетканого материала, которые используются в бытовых целях. Также нам необходим ножницы, подсвечник со свечой и клеевой пистолет. Для удобства использования я рекомендую сделать такие шаблончики. 5,5 диаметром 2 кружочка, 3 см и такую вот полоску шириной 5,5 см. Итак, мы начинаем. Мы берем красную ткань и начинаем кроить. Вот таким вот способом укладываем наш шаблончик. Это очень удобно. И начинаем кроить. Мы берем мыльце или мелочек и рисуем линию. Вот таким вот способом. Все. И рисуем. Чувствую. Вырезаем несколько полосок. Для изготовления нашей брошки нам необходимо с вами 11 лепестков. Поэтому мы перпендикулярно укладываем наш шаблончик, рисуем квадратики и вырезаем. Итого у нас должно получиться с вами 11 квадратиков со сторонами 5,5 см. Итого мы нарезаем с вами 11 квадратов. Далее мы берем с вами шаблон, который у нас равен диаметру 5,5 см. Можно брать попарные, то есть сразу две детальки. Укладываем наш шаблончик вот таким вот способом. И срезаем уголочки нашими ножничками. Вот таким вот способом, чтобы у нас с вами получились кружочки. Нам нужно сделать 11 таких вот кружочков. Вот таких вот. Затем, поскольку у нас лепесточки, у гвоздички с зубчиками, мы начинаем вырезать уголочки остренькими ножничками. Можно сразу попарно, можно подному. И вот такими вот движениями, уголочками вырезаем. Такими. Детки это очень любят. Вот таким вот способом вырезаем вот такие вот лепесточки. Итого у нас с вами и получаются 11 штучек. Квадраты, кружочки и затем вот такие вот шестереночки у нас получаются. Вот. Далее. Нам еще необходимо, кроме лепесточков, заготовить и листочки. У нас их будет шесть, поэтому мы вырезаем полосочки длиной 14 сантиметров. Вот такие вот полосочки. У меня готовая тесьма, которая шириной 1 сантиметр. И с концов вот такие вот уголочки вырезаем. Вот так вот. Вот так вот. Вот с двух сторон. То есть у нас вот такие вот уголочки получились. С внешним вот так. Сейчас мы будем обрабатывать края лепесточков и листочков под осыпание. Зажигаем свечу, но при этом не забываем о технике безопасности. То есть у нас рядышком должна стоять водичка. И очень аккуратно каждый лепесточек, каждый, мы с вами вот так вот, на таком уровне, мы начинаем с вами вот так вот поворачивать. Оплавлять наши уголочки. Все быстренько, близко к огню, мы не подставляем, иначе у нас ткань сгорит. И вот таким вот способом. КОНЕЦ Затемаем листочки точно так же. То есть вот слегка, только места срезов. То есть мы таким образом предохраним от осыпания. То есть вот такие вот. Тут тоже самое. Все. И георгиевскую ленточку тоже кончики нужно будет подрезать. То есть, смотрите, мы ее укладываем вот таким вот способом. Вот петелькой вот такой вот, да? Лишнее мы с вами срезаем. Так. И тоже кончики быстренько оплавим. Все. Ленточка у нас готова. После того, как мы сделали 11, заготовили 11 лепестков, мы сейчас каждый лепесток сворачиваем пополам, пополам и еще раз пополам. То есть вместо круга у нас получается с вами вот такая вот четвертиночка. Эту четвертиночку мы быстренько оплавили уголочек и прижали пальчиками, только очень осторожно, потому что горячо. То есть мы вот так вот свернули в 4 раз каждый лепесточек. Хоп! И прижали. У нас вот такие вот заготовочки с вами получаются. Пополам. Еще раз. То есть вот такие. И еще когда мы делаем лепесточки и листочки, вы, пожалуйста, обращайте внимание. У нас есть с вами лицевая сторона и есть изнаночная. То есть у нас есть сторона глянцевая, блестящая и есть матовая. Вам нужно будет определиться, какая будет у нас гвоздичка. Или более натуральная матовая. То есть вы не залицуете. То есть обращайте на это внимание, чтобы она была либо у нас блестящая, вся в стиле лепесточки 11, либо они у нас будут все матовые. Чтобы не получилось, что они у нас будут вразнобой. Вот таким вот способом мы с вами заготовили. Я беру же мою пальчик. Последний у нас. Таким вот способом. Все. Заготовили. Сейчас мы с вами берем заготовочку из нетканого материала диаметром 3 см. Будет достаточно. И с помощью клеевого пистолета нагрели предварительно клеевой пистолет и тоже соблюдаем правила по технике безопасности. И начинаем каждый лепесточек приклеивать. Аккуратно. То есть намазываем. Так. И вот таким вот способом. К серединке. Первый ряд. Все лепестки мы делаем рядышком. Работаем аккуратно. Потому что клеи имеют такое свойство после себя оставлять волоски клеевые. Поэтому мы их вовремя убираем. И вот в таком вот порядочке. Вот эти вот клеевые. То есть все чистим. Чтобы все у нас было чистенько и эстетично. Первый ряд у нас с вами готов. Следующий ряд. Мы таким же способом, но уже как кирпичную кладочку. То есть мы приклеиваем там, где у нас с вами образовались пространства. Там, где стыки. Вот где в стыке, то есть в шахматном порядке мы это будем делать. Там мы будем приклеивать следующий лепесточек. И так 4 лепесточка. Второй ряд у нас с вами готов. И оставшиеся 3 лепесточка мы их склеиваем отдельно друг на друга. То есть мы берем один лепесточек и к нему приклеиваем следующий. Но со сдвигом вниз чуть-чуть вот. Чтобы у нас такая вот лесенка была. Так. И еще нам последний нужно приклеить. То есть мы смазываем. И вот таким вот способом уже вниз чуть-чуть вот. Вниз. То есть чтобы у нас вот они были как бы вот лесенкой. Верхний, нижний и нижний. Вот таким вот веерочком. И вот этот вот уже трех лестник. Мы с вами вклеиваем в серединку. Очень аккуратненько. То есть в серединку вот сюда. То есть мы с вами капаем. И вот таким вот способом. Приклеиваем. Очень аккуратно. Потому что очень хорошо пальчики приклеиваются. Все. И лишние волосинки мы убираем. И вот у нас получается вот такая вот гвоздичка. Получается такая гвоздичка. С изнаночной стороны у нас с вами основа. Идет. Из нетканого материала. Вот такая вот основа. Сейчас мы на эту основу с вами приклеиваем листики. Листики тоже у нас имеют с вами блестящую сторону и матовую. Но раз у меня вся гвоздичка блестящая, поэтому и листики у меня будут тоже блестящие. То есть я по центру наношу клей и приклеиваю и приклеиваю таким вот способом следующую пару. Вот таким вот способом. И еще последнюю и у нас вот такая вот получается гвоздичка. Так. Дальше. Мы сделаем заготовку с вами для застежки. Нам необходим будет круг из нетканого материала диаметром 3 см. и вот такая вот такой прямоугольничек. Но обратите внимание, ширина прямоугольничка, вот у нас есть булавочка и мы вырезаем прямоугольник такой ширины, чтобы у нас он мог спокойно зайти в отверстие булавочки. Вот таким способом. И мы приклеиваем вот этот вот прямоугольничек вместе с булавочкой. Но обратите внимание, с одной стороны у нас булавочка с вами расстегивается, а с другой стороны не расстегивается. Поэтому вы приклейте правильной стороной к основе. То есть нам же нужно будет пристегнуть булавочку к изделию. Поэтому проверьте, пожалуйста. Все. И точно таким же вот способом мы начинаем приклеивать. Смазываем основу и вот таким вот способом начинаем приклеивать. булавочка у нас пристегнута с вами. проверьте, пожалуйста, чтобы она у нас открывалась именно в верхнюю сторону. А лишнее мы аккуратненько срезаем согласно нашему основному кружочку. Чтобы у нас все получилось эстетично и чистенько с изнаночной стороны. Все. У нас не торчат с вами уголочки. У нас все прекрасно, все чистенько. Это у нас застежка. И все. Сейчас мы будем производить монтаж нашей брошки. Каким способом? Мы с вами сначала ленточку сворачиваем в виде петельки. Так вот уравнивая кончики. кому как нравится. И склеиваем между собой. И сразу приклеиваем застежечку. То есть мы ее по контуру. И вот таким вот способом. Хорошо приклеиваем. Все. Переворачиваем на лицевую сторону. На лицевую сторону. И приклеиваем с помощью клеевого пистолета. Распределяем листики как кому нужно. Чтобы все у нас было. Красиво. Прижимаем хорошо. Все. Расправляем. Поправляем. Убираем волосинки клеевые, если они у нас встались. Вот наша брошечка готова. Вот она с лицевой стороны. И вот она у нас с изнаночной стороны. По желанию можно сделать 4 лепестка. Листочек и так далее. Начало мая. Красные гвоздики. Как слезы тех далеких страшных лет. и ветеранов праведные лики. Особенно которых больше нет.